Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы приготовили для вас очередную платочную историю. Перед нами портрет седовласой женщины в старомодном темном платье с кружевным воротничком и в белой накинутой на плечи оренбургской паутинки со сплошной серединой из плотных шашечек, широкими зубчиками из цепочки ромбов. Решетка и кайма отсутствуют, из чего мы можем предположить, что связана эта паутинка была вязальщицей самоучкой, никогда не работавшей на комбинате оренбургских пуховых платков. Иначе композиция платка была бы традиционной – середина, решетка, кайма, зубцы, а узоры более разнообразные и сложные. Имя женщины на этой фотографии – Раиса Адамовна Гидройц в замужестве Кудашева. Возможно, многим из вас оно ни о чем не говорит, но без сомнения все вы хорошо знакомы с ее творчеством. По крайней мере, одно ее произведение вам известно с раннего детства. Речь идет о новогодней песенке «В лесу родилась елочка». Да-да, именно Раиса Адамовна Кудашева – автор стихов этой песни. И сегодня мне хотелось бы рассказать историю создания этого стихотворения и удивительную биографию ее автора. Родилась Раиса Адамовна в Москве, в дворянской семье обрусевших немцев. Это было типичное старомосковское семейство, хлебосольное, веселое, с прислугой в белых фартуках и домашними спектаклями по праздникам. Раиса с детства мечтала о литературной карьере и писала стихи, которые публиковала в детских журналах с 18 лет. Ее ждало безоблачное будущее хозяйки интеллигентного московского дома. Но случилось несчастье – умер отец. Как старшая дочь, Рая взяла на себя заботу о матери и младших сестрах и пошла служить гувернанткой в дом к князю Алексею Ивановичу Кудашеву. Он овдовел и никак не мог прийти в себя после смерти любимой жены. Забота о наследнике почти целиком легла на плечи гувернантки. Раиса по-матерински привязалась к воспитаннику. А через три года князь сделал гувернантке предложение руки и сердца, и Раиса Адамна стала княгиней Кудашевой. Однажды, в канун Рождества, сын князя Кудашева Алеша спросил ее, будет ли у них елка и гости, и какой стишок он будет читать гостям. Непременно хотел, чтобы это было стихотворение про елочку. Вернувшись в себе комнату, Раиса начала сочинять. Она представила себе детишек, бегающих вокруг елки Алешеньку в нарядном бархатном костюмчике. Он стоит под елкой и читает. Гнутся ветви фохнатые вниз головкам детей, блещут бусы богатые переливом огней. А потом представила себе елочку, но только в лесу, как она стоит там одинокая. Метель ей пела песенку «Спи, елочка, бай-бай». Так появилось на свет стихотворение елка. Опубликованное в новогоднем номере журнала «Малютка» в 1903 году, два года спустя оно было положено на музыку Леонидом Бекмана и обрело всенародную славу. Однако имя его истинного автора долгое время оставалось неизменным. О том, что ее елочка стала песенкой, Раиса Адамовна узнала совершенно случайно только в 1921 году. Она ехала с семейством в пригородном поезде. Попутчиками оказались бабушка с внучкой. Познакомились, разговорились. Старушка попросила внучку спеть песенку. И девочка, расправив юбочку, запела. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. У этой любимой всеми песенки совсем непростая судьба, как и у ее автора. В разгар Первой мировой войны не рекомендовалось устраивать елки. Потом революция, после победы которой Рождество и вовсе исключили из праздничных дней календаря. Так что елка и традиция праздновать Новый год вернулись только в середине 30-х годов. Но вместо рождественской елка стала новогодней. И снова зазвучала около нее песенка «В лесу родилась елочка». Только вот текст был немного подкорректирован с учетом нового политического строя. Раиса Адамовна обладала выдающимися педагогическими способностями и удивительным даром рассказчицы. Впоследствии она говорила «Я не хотела быть известной, но и не писать не могла». Счастливый брак вдохновил ее на создание более 200 песенок, рассказов, сказок и стихотворных книжек. После смерти мужа Раиса Адамовна жила в его особняке, но во время революции его отобрали, и ей с сестрой пришлось ютиться в крохотной комнатушке. Средств к существованию практически не было. Какое-то время Раиса Адамовна учительствовала, потом работала библиотекарем. С 1948 года, после многолетнего перерыва, вновь стали печататься сборники ее произведений. Но лишь одному стихотворению суждено было пережить своего автора и стать поистине народным новогодним гимном. Раиса Адамовна Кудашева скончалась в ноябре 1964 года. И мне бы очень хотелось, дорогие наши зрители, познакомить вас с полным вариантом этого стихотворения, хотя на дворе все еще лето. Но послушайте, пожалуйста, четыре неизвестных нам страфы. Гнутся ветви мохнатые, вниз головком детей, блещут бусы богатые переливом огней. Шар за шариком прячется, а звезда за звездой. Нити светлые катятся, словно дождь золотой. Поиграть, позабавиться, собрались дети тут. И тебе, ель красавица, свою песню поют. Все звенит, разрастается голосков детский хор. И сверкая качается, елки пышный сбор.